Бывший глава Томского УМФТ получил скидку на машины и стал фигурантом дела. Следователи возбудили два уголовных дела против бывшего начальника управления МВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Расследование ведется по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения. Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность, говорится в сообщении ФСБ. Кроме того, установлено, что Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента 50% составила более 180 тысяч рублей. Митрофанов был уволен с поста главы Томского УМФТ в июне 2016 года приказом президента России. В августе того же года стало известно, что он проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМФТ Константина Савченко, обвиняемого в коррупции, которого позже осудили на 7-5 лет колонии со штрафом в 6-9 миллиона рублей. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.